Добрый день, добрый вечер, доброе утро. У кого, какое сейчас время суток? Рада вас снова видеть. Ну что, сегодня у нас тема классная на самом деле. Это по поводу сервиса ИСУ. Может быть, кто-то из вас уже сталкивался с ним. И, как вы знаете, есть такие сервисы в интернет, которые поддерживает WordPress. Это значит, что вставка такого объекта, который размещен в данном сервисе, очень простая. Всего лишь ссылка. К таким сервисам относятся YouTube, Vimeo. И там много на самом деле разных сервисов. Это очень классная вообще технология. И WordPress постоянно добавляет новые сервисы. То есть, какие-то зарекомендовавшие себя хорошие инструменты, которые внедрение данных инструментов в WordPress очень простое. Как мы уже говорили, просто ссылка. И один из таких инструментов – это ИСУ. Он позволяет делать онлайн-журналы и публиковать у себя на блоге в виде книги с эффектом перелистывания. Ну, конечно, мы не могли пройти мимо этого инструмента, тем более, что он поддерживается WordPress. WordPress. Перед тем, как мы начнем, это 48-ое у нас занятие уже, перед тем, как начнем, традиционный вопрос. Кто первый раз? Поставьте минусики, чтобы я отвечала от плюсиков. Я тогда буквально пару слов скажу, что у нас за мероприятие уже. 48-ое занятие. Поставьте минусики, кто пришел первый раз. Ну, и мы, конечно, вас дружно поприветствуем. Надежда, Екатерина, здравствуйте. Замечательно, Любовь, замечательно. Здравствуйте. Здорово, 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 что вы к нам присоединились. Хорошо, тогда пару слов, да. Значит, это у нас пошаговые инструкции по управлению и ведению блога на WordPress. Что это значит? Это мы разбираем здесь подробно, пошагово, как вести блог на WordPress. И не только вести, вести, то есть наполнять его контентом, разным содержанием. Не только текстом, картинками видео, да, но и вот такими интересными, таким интересным контентом, как, например, вот книгу разместить. Сейчас у нас же 48-ое занятие, но мы не только размещением занимаемся, да, контента, но и управлением блога. Поскольку вы являетесь владельцем и администратором блога, вы должны знать его, как, я не знаю, как солдат автомат Калашникова. Ночью встать, разобрать, собрать, и все, в общем, вы должны управлять им, да. Чтобы не обращаться к фрилансерам, не обращаться к каким-то сторонним специалистам, вы должны все знать, что делать, как делать, и если что-то случается, как это исправить. Конечно, я не говорю о каких-то сложных технических моментах, когда нужно лезть в коды, что-то прописывать и так далее. Все на уровне вот админки, да, ну, максимум хостинга. И эти моменты мы тоже проходим. Главная цель этих вебинаров, прежде всего, это добиться того, чтобы вы просто не боялись инструмента. Поэтому занятия практические, безусловно, даже если, допустим, вам что-то не нужно, да, вот вы сейчас не хотите применять, допустим, книгу, устанавливать у себя на блоге, то все равно сделайте, просто пройдите все эти шаги. И поверьте, проходя шаг за шагом все эти публикации, моменты, которые мы рассматриваем при ведении блога, у вас постепенно будет уходить вот этот вот страх. И вы перестанете бояться, будете увереннее себя чувствовать и, естественно, чувствовать себя как дома, как, собственно, и должны, да, чувствовать себя на блоге, как дома. Вот. Управление – это очень важно, поскольку, ну, мало ли что случается. Установили вы какой-то плагин, да, и блог исчез, например, такое бывает. Нужно знать, что делать. Мы такие уже темы проходили. Хотите вы опубликовать что-то особенное, то есть вы должны знать, куда пойти, где зарегистрироваться, где что загрузить, где взять и поставить к себе на блог. То есть этого тоже они должны бояться. Вот. Это главная задача. Плюс задача, конечно же, у нас это… Мы как бы даем этот материал для более серьезных целей для фрилансеров, да, то есть если вы как бы думаете, что вы будете, планируете, точнее, что будете заниматься более серьезно, допустим, созданием блогов или ведением чужих блогов, да, допустим, сейчас очень актуальная тема, профессия – это ведение чужих блогов. Блоги нужны, предприниматели их заводят, но времени вести их нет. И они часто к нам обращаются и спрашивают, есть ли такие люди, которые могли бы наполнять блог контентом. То есть они контент дают, материал, а уже человек, кто администрирует блог, должен его разместить, как бы оптимизировать, да, и как-то красиво сделать, распространить в социальных сетях и так далее. То есть такая административная работа блога – это тоже такая цель есть у этого курса. И я знаю, что многие уже свои блоги уверенно ведут и смотрят уже в сторону других блогов. Ну что ж, я надеюсь, понятно, да, и сегодня у нас 48 занятие. Кстати, Надежда, Екатерина, Любовь, Геннадий, Тедди, Мидова, есть ли у вас блог? Напишите «да», «нет», потому что все-таки у нас занятие для тех, у кого уже есть блог. И если у вас его нет, то очень рекомендую создать как можно быстрее, и лучше всего это сделать шаблоном об Inspiration, если у вас его нет, да, блога. Так, есть, есть, да. А, отлично, все, тогда если у вас есть, хорошо. Нет, у Надежды нет. Вот, шаблоном об Inspiration. Дело в том, что это с вас снимет все технические вопросы. Вы берете шаблон и буквально за несколько дней, вообще специалист настраивает за час, но для новичков это может занять несколько дней, буквально за несколько дней вы создаете профессиональный блог, профессиональный, самостоятельно. При этом получаете массу такого материала, который вас в дальнейшем уже продвинет в интернет-бизнесе. То есть вы уже не будете бояться инструментов, будете знать, что делать, и, в общем, продвинетесь дальше. Это, кстати, большая проблема вот курсов, когда на курсы приходят инфобизнесменов. Как бы предполагается, что у вас должны быть начальные знания, а начальных знаний нет. И в итоге начинается, что создайте то, застайте это, а к нам обращаются люди, говорят, что мы даже вообще понятия не имеем, как это делается. Вот, то есть начинать надо с простого, да, блог, создание блога на шаблоне об Inspiration – это идеальное решение. Ну, я в конце еще расскажу про шаблон об Inspiration, а сегодня мы начнем. Итак, как разместить на блоге свою книгу «Буклет-журнал» в виде книги с эффектом перелистывания? Будем использовать сервис ISU. Итак, поехали. Я на время вебинара выключу видео и в конце уже его включу. Итак, что такое сервис ISU? Кратенько, да? Это сервис, который позволяет для создания электронных журналов. Суть очень простая. Вы загружаете презентацию, либо готовые какие-то буклеты, сделанные в PDF-формате или в док, загружаете туда, и программа автоматически, сервис автоматически превращает это во флэш-книгу. В дальнейшем вы берете ссылку и размещаете ее у себя на блоге. Все очень-очень просто. Сервис для журналов. И что это? Возможность, во-первых, можете создать свою библиотеку. Многие этим пользуются, загружают свои книги, которые бы они хотели прочитать. Ну, например, не знаю, вы скачиваете в PDF-формате книги или в док, созданный в Word, затем загружаете сюда, и потом уже при случае, когда у вас есть время, вы можете на любом электронном носителе, там, не знаю, планшет, ноутбук, компьютер, был бы интернет, зайти в этот сервис и почитать книжку. Она, причем, выглядит там реально как книжка. Либо второй вариант – загрузить книги, журналы, брошюры для размещения на блоге в виде интерактивного альбома. Это второй способ. Также сервис ИСУ является сообществом, и люди присоединяются друг к другу, подписываются на новые публикации, потому что, вот мы сейчас посмотрим, вы увидите, что там публикуют свои журналы, очень известные журналы, и наземные, да, то есть бумажные, и там публикуют, и люди, естественно, подписываются, потому что выпуски этих журналов, допустим, ежемесячно, или раз в полгода, и так далее. И когда подписываются, становятся там последователями, follow, да, как обычно, то приходит оповещение о новом журнале, то есть это еще и сообщество. Итак, журналы в сервисе ИСУ. Что это такое? Вот на главную страницу, если вы зайдете, вы увидите там уже много-много таких вот миниатюр с журналами. Журналы там можно искать по ключевым словам. Кстати, я очень удивилась, когда набрала в WordPress, и там достаточно много книг и журналов размещено по WordPress. Очень мало на русском языке, но достаточно много на английском. Ну, большинство журналов – это модные журналы, это, ну, о стиле жизни, о еде и так далее. Ну, это не ограничивается только этим, есть очень много разных тем. Также вы можете сортировать там по темам стиль жизни, красота, искусство, дом, семья, дизайн, здоровье, путешествия, еда, напитки и так далее. То есть вы все можете тоже там почитать. И смотрите, перед тем, как вы начнете использовать этот сервис, я настоятельно рекомендую зайти туда и просто посмотреть журналы чужие, да, посмотреть их, полистать, посмотреть, что люди выставляют, посмотреть по своей тематике, набрать ключевые слова, посмотреть, что уже есть и как это оформлено, посмотреть журналы, где много, например, подписчиков, как они оформили, как они представляют это и так далее. То есть посмотрите, поизучайте, это даст вам идеи, что вы можете размещать там и в итоге публиковать у себя на блоге. Так, идем дальше. Подготовка документа. Перед тем, как вы опубликуете документ в этом сервисе, есть некоторые требования. Итак, первое. Допустимые форматы. PDF, их там немножко больше, но это основные, которыми мы чаще всего пользуемся. Итак, PDF, всем известный формат. DOC, это Word, Windows. PowerPoint, именно PPT. Если вы возьмете PPTS, это после, по-моему, 95-го, я точно сейчас не помню, но в общем новый формат, он работать не будет, то есть вы не сможете его загрузить. Именно PPT. Дальше OpenOffice, это Mac-овский формат, что-то похожее на Word. Дальше. Допустимые размеры. У них там есть платный тариф, причем даже несколько, по-моему, платных тарифов, но на бесплатном, на базовом тарифе разрешается разместить меньше, чем 500 страниц, то есть один документ должен быть не больше 500 страниц и не больше 100 мегабайт размер. То есть это учитывайте, да, мы будем открывать именно бесплатный аккаунт. Дальше. Перед загрузкой убедитесь, что документ открывается без проблем на компьютере. Это очень важно. Если вы загрузите, и он ломанный какой-нибудь, да, то, естественно, ничего не сработает. Убедитесь, что документ не защищен паролем. То есть если вы загружаете туда какой-то документ, предполагается, что он будет доступен всем. Хотя там есть опция загружать для личного использования, то есть чтобы только вы могли читать эти книги, ну или журналы, газеты и так далее. Возможность на бесплатном тарифе 25 личных документов, то есть не больше 25. Дальше. Убедитесь, что доступ к документу не ограничен, то есть разрешено распечатать и копировать его. Вот эти три вещи, перед тем, как вы загружаете документ, убедитесь, что они у вас соответствуют. Поехали. Создание аккаунта. Первое, что мы сделаем, это создадим аккаунт в сервисе Ишу. Очень просто делается. Он совместим с Google+, и с Facebook, и мы можем использовать аккаунты уже этих социальных сетей. Итак, первое. Заходим. Заходим. Открываем вкладку в браузере и вводим адрес. isu.com, 2s, 2u.com. Далее на странице с правой стороны в меню нажимаем Create Account, создать аккаунт. Друзья, кто у нас первый раз, кто не знает, как устроены у нас шаги. В общем, все у нас идет по шагам. С левой стороны написано, какой шаг. С правой стороны написано подробно, что мы делаем. А на скриншотах подчеркнуто действие и номер. То есть я обычно комментирую по номерам, да, то есть первое зашли туда, сделали это и так далее. Сверху в комментарии. Итак, идем дальше. Далее. На следующей странице у вас появится возможность зарегистрироваться, либо войти с помощью Facebook, либо Google+. Нажимаем Facebook, перед этим входим на Facebook под своим логином и паролем. Под своим логином и паролем. И нажимаем на кнопку Facebook. Далее дожидаемся, пока у нас пройдет регистрация, перенаправление. И появится вот такая вот страница. На этой странице нажимаем Learn How. Ну, на этой странице что здесь написано? Сейчас публикация контента очень просто, да, узнайте как, и дальше там нет никакой дополнительной работы, динамически, красиво, растущая аудитория. То есть здесь никаких ссылок больше нет, кроме одной. Learn How, узнай как. Нажимаем на эту кнопку и переходим на следующую страницу. На этой странице небольшая презентация, видео, слайды, как все тут устроено. Ну, тоже посмотрите и нажмите на кнопку See Our Plans. Посмотри наши планы, наши планы, то есть наши тарифы. Оранжевая кнопка, нажимаем на нее и переходим на страницу с тарифами. Ну, здесь представлено два тарифа, на самом деле у них, по-моему, еще один есть. Ну, здесь два основных. Бесплатный и премиум за 35 долларов. Выбираем бесплатный, нажимаем Continue. Кнопка такая, она тут у них приглушенная немножко, цвет. Нажимаем Continue. Дальше на странице заполняем поля имя. Главные поля это имя и веб-сайт в самом низу. Остальные поля по желанию. По желанию фамилия, название компании и описание. То есть это по желанию, а главное это имя и ваш веб-сайт. Нажимаем на кнопку Submit. И дальше нас переключает на страницу загрузки документа. То есть как только вы зарегистрировались, сразу же идет загрузка документа. Это в месяц оплата. В месяц. Они дают 10% скидку, если вы платите за год. Но, друзья мои, я на самом деле не рекомендую сразу же там что-то платить. Если вы почувствуете, что вы можете публиковать, как бы сделаете себе журнал, да, и будете его публиковать каждый месяц, например, да, или каждую неделю, и у вас будут выпуски идти, и у вас аудитория есть, и это основной ваш инструмент, тогда конечно. А если вы просто один документ разместите и опубликуете у себя на влоге, ну, я не думаю, что нужно делать платный для этого. Итак, дальше мы попадаем вот на такую черную страницу, где есть одна кнопка Select a File to get started. Выберите файл, чтобы начать. Нажимаем на эту кнопку, дальше открывается у вас окно вашего компьютера, выбираем файл в соответствующем формате. Я уже говорила, да, док, ppt и так далее. И загружаем. Ждем, пока загрузится. Здесь по шкале будет видно, какой процент загрузки, пока не дойдет до конца. Дождались загрузки, появляется вот такой вот экран. Экран у нас будет делиться на две части. С левой стороны будет темная часть, и с правой такая замутненная, и будет наш виден скриншот нашего документа. Итак, с левой стороны прописываем под цифрой 1 название нашего документа, нашего журнала. Дальше под цифрой 2 описание. Далее под цифрой 3, по желанию, вы можете выбрать дату публикации. Ну, можете не выбирать, ну, либо сегодняшний день. Запланировать публикацию, к сожалению, не получится, потому что это опция премиум плана. Только вот сегодняшним числом можно. Либо отсрочить публикацию, уже опубликовать вручную после. Далее под цифрой 4, видимость публикации. Здесь есть две опции. Первая – public, и вторая – unlisted. Public – это означает общедоступно, то есть все могут ее увидеть, прочитать, полистать, скачать и прочее. И unlisted – это личное, то есть то, что вы для себя лично загружаете сюда и впоследствии воспользуетесь. Далее нажимаем на кнопку «Public now». После того, как вы нажали на эту кнопку, появляется приветствие, cheers, поздравление, ваша публикация на сервисе issue. Дальше есть текст «Сейчас вы можете поделиться этой публикацией в социальной сети или встроить ее в свой веб-сайт или блог». И дальше у нас есть вариант. Вот оранжевая кнопка «Open publication», то есть если вы нажмете на эту кнопку, то откроется уже ваша загруженная публикация, и вы сможете ее пролистать, посмотреть. Share in socially, то есть поделиться на Facebook и прочих социальных сетях. Create an embed – это создать вставку и order printed copies – заказать копии распечатанные. Все это нам не нужно, мы все это будем делать позже, поэтому нажимаем на кнопку «Publication list» – список публикаций, то есть мы переходим уже в сервис. Нажимаем на эту серую кнопку. И вот, собственно, наше рабочее поле. Вот здесь мы и будем работать. Значит, смотрите, «Publication list» у нас находится на странице «Publisher tools». Наверху справа, вот красным выделено, «Publisher» – это инструменты издателя. Здесь, на этой странице будут отображаться все ваши публикации, то есть все документы, которые вы сюда загрузите, они вот так вот списочком здесь будут отображаться. После того, как вы загрузили ваш документ, автоматически у вас как бы прикрепляется статус «Pending», то есть статус на модерации, на рассмотрении. И как это увидеть? Посмотрите, на первом скриншоте под цифрой 1 под датой написано «Pending save more», то есть на рассмотрении безопасный режим. И дальше, когда статус меняется, когда он активный, на втором скриншоте видно, да, что уже этой надписи нет, то есть только дата стоит публикации. Вот этот статус на рассмотрении, он недолго, держится буквально, ну, несколько минут. Подождите, минут 10-15, ну, я не знаю, у меня, по крайней мере, он поменялся в течение 15 минут. Они также говорят, что если в течение 24 часов статус не меняется, то необходимо с ними войти в контакт и спросить, почему. Дело в том, что все документы, которые там загружаются, проходят модерацию. То есть, я не знаю, то ли компьютеры их боты просматривают, то ли они вручную это все смотрят. Это, в общем, не важно. Главное, что вот этот статус меняется не сразу и дождитесь, когда у вас вот этот вот «Pending save mode» исчезнет. Так, идем дальше. Вставка журнала на страницу блога. Вставка журнала на страницу блога. Мы сейчас сразу же посмотрим, как это вставить, а дальше уже будем редактировать наш журнал. Чуть-чуть попозже, да. Итак, вставка очень простая. Как я уже говорила, WordPress замечательный инструмент, который постоянно развивается. И, кстати, сейчас вышла 4 версия, 4.4, и в ней они еще добавили несколько сервисов. Я пока не смотрела, по-моему, что-то с аудио связано, еще что-то. Так что они постоянно добавляют список Оинбит. Это вставка просто ссылки с сервисом. Итак, вставляем следующим образом. Мы на той же странице, то есть на той, которой мы сейчас были до этого, да, Publisher Tools. То есть инструменты, инструменты издателя. Я сразу параллельно перевожу, немножко забываю слова. Итак, значит, смотрим. Инструменты издателя. Publisher Tools. Здесь у нас отображается список документов. Находите документ, который вам нужно опубликовать на блоге. И с правой стороны от документа нажимаем на значок, вот треугольничек смотрит вниз. Это значок выпадающего списка. Нажимаем на этот значок, и у нас выпадает там длинный список. Переходим на первую страницу. Document Settings. Настройки документа. Настройки документа. Переходим на страницу настроек документа. И здесь у нас... Ну, во-первых, на этой странице вы можете отредактировать заголовок и описание вашего документа. И здесь же представлены ссылки. Копируем ссылку Reader URL. У нас есть две ссылки. Первая issue URL, и вторая Reader. Ссылка читателя. Как скопировать? Она там очень длинная, там с номерами и так далее. Она не вся отображается, поэтому наводим мышку на эту ссылку. Нажимаем правой кнопкой мыши. Правой кнопкой мыши. И из выпадающего списка выбираем скопировать адрес ссылки. То есть мы копируем именно ссылку. Либо второй вариант. Нажмите на эту ссылку, у вас откроется страница. Страница с журналом. Копируете ссылку в адресной строке. Если вам так удобнее, да? Это будет то же самое. В адресной строке копируете ссылку. И, ну, в общем, один из этих вариантов, да? Либо скопируете так, либо откройте журнал. Так, идем дальше. Скопировали ссылку дальше. Ну, дальше все как обычно, да? Заходим на блок в административную панель. Далее заходим в раздел страницы. Добавить новую. В теме пишем заголовок нашей страницы. Я показываю на примере страницы, но это не значит, что вы можете разместить только на странице. Вы можете разместить и в записи. Это не принципиально. Просто на странице в шаблоне об Inspiration у нас есть шаблон без боковой колонки. То есть на всю ширину. И поэтому мы можем журнал поставить большой. Но если же вы хотите на записях, нет проблем. Можно и записи. Итак, открываем. Добавить новую страницу. Пишем заголовок. Дальше переключитесь в режим текст. Сразу объясню, что это не принципиально, поскольку мы ставим ссылку. И не код. Помните, что когда мы вставляем код и фрейм, то обязательно режим текст. Если просто ссылку, то можно и визуально, и в текст. Но я объясню, почему не визуально. Дело в том, что поскольку WordPress поддерживает этот сервис, и мы вставляем только ссылку, то в режиме визуально у нас эта ссылка тут же превращается в плеер. Будет видно не ссылку, а плеер. Мне очень удобно редактировать. В этом дело. Да, я думаю, что это правильно. Попробуйте вставить. На самом деле, это, видимо, у вас документ называется на русском языке. Вот эти вот пробелы, подчеркивания, это значит, что он не понял, как называется документ. Лучше на английском называйте, латинскими буквами. Итак, вставили ссылочку в режиме именно текст. Далее выбрали шаблон страницы на всю ширину по циферке 4 и нажимаем на кнопку опубликовать. Ну или сохранить, если у вас не готов еще документ. Вот я тут показываю в режиме визуально, да, то есть, если мы в режиме текст поставили ссылку и видно ссылку, да, то в режиме визуально ссылка преобразилась в плеер. И, ну, вот как бы непонятно, да, мы можем только ее удалить, отредактировать, например, не можем и так далее, если нужно. Поэтому лучше вот в режиме текст делать все. Итак, давайте посмотрим, как у нас все это выглядит. Вот мы заходим на страничку, у меня на самом деле не очень удачный пример самого журнала. Мне кажется, здесь будет красивее и лучше смотреться журналы вертикально расположенные картинки. Не горизонтально, не широкие, да, а высокие. И они как вот журналы, да, которые продаются, бумажные. Потому что, допустим, вот у меня раскладка более такая широкая и получается, как-то они посередине не очень красиво смотрятся. Ну, вот я загрузила, посмотреть просто для примера. Это мастер-класс по изменению внешнего вида шаблона оба Inspiration. Это в PDF формате. И вот смотрим, когда я кликаю на пролистать, открывается уже две странички. То есть сначала у нас титульная идет, затем я пролистываю, и у нас идет пролистывание, да. Одна страничка, вторая, третья. Ну, согласитесь, да, вот вертикальная была бы красивее, как-то гармоничнее бы смотрелось. Вот, ну, у меня такой вариант. Вот. Дальше, когда мы кликаем, сейчас вернусь немножко назад, посмотрите, когда у нас титульная страница, у нас по-английски написано Click to Read на черной кнопке. Кстати, сразу скажу, к сожалению, сервиса нет на русском, к сожалению, да. И, ну, вот, да, есть такие недочеты, может быть, когда-нибудь они сделают его на русском. И когда мы кликаем либо на эту кнопку Click to Read, либо на сами слайды, на сами вот эти картинки, да, у нас открывается он в полном экране, вот такой вот черный экран на полный экран. И очень здорово, смотрите, с правой стороны у нас отображаются, ну, похожие, видимо, документы. Внизу отображаются скриншоты, не скриншоты, а миниатюры вот следующих страниц, то есть можно перейти по ним и так далее. Очень, как бы, удобно. Далее. Как изменить название? То есть все, мы разместили, да, разместили. Давайте теперь немножко поговорим, что у нас в сервисе можно менять. Давайте немножко отвлекусь сейчас и покажу в реале, у меня есть видео записанное, как вообще это работает, чтобы немножко вас заинтриговать. Я сейчас выключу слайды и включу видео. Отлично, вот я показываю, это сам сервис открыт, да, открывается. Вот здесь вот у нас разные публикации есть. Выбираем какую-нибудь публикацию, открываем ее. И вот идет пролистывание. Да, кстати, можно либо два, как книжный, либо по одной странице. Такой режим тоже есть. Вот на весь экран тоже. Замечательно, согласитесь, да? Все посмотрели. Я тогда его сейчас выключу. Ну, давайте теперь настроим, да, посмотрим, что у нас там с настройками есть. Как видите, публикация вообще элементарная, да? Зарегистрировались, закинули, опубликовали и все, все красиво. Теперь давайте посмотрим, что мы можем еще делать, чтобы еще улучшить это все дело. Так, какой у меня был слайд? Так, немножко вернемся. Как изменить название, как изменить название и описание. Название и описание журнала. Итак, когда мы загружали журнал, мы могли написать название и описание. Если вам нужно поменять, то делаем следующее. Идем на страницу Publisher Tools, инструменты издателя. Далее на странице, где у нас отображаются все документы, ищем тот, который мы хотим отредактировать. И с правой стороны от документа нажимаем на выпадающий список. Выбираем из списка Document Settings, настройки документа. Дальше в поле Title и Description пишем, исправляем, да? То есть первое это заголовок, второе это описание. После всех исправлений и изменений не забудьте нажать на кнопку Save Changes. Сохранить изменения. Далее, как настроить настройка внешнего вида журнала. Здесь тоже есть небольшие настройки. На этой же странице, на которой мы сейчас были, да? То есть это редактирование документа, Document Settings. Переходим во вкладку. Меню у нас сверху есть. Embed, Widget. Встроить виджет. Вверху под цифркой 1. Переходим на эту страницу. Дальше у нас есть для нашего бесплатного аккаунта есть следующие опции. Ну, прежде всего, вы видите наверху предпросмотр, как все это будет выглядеть. А внизу написано First Basics. Прежде всего, основные настройки, да? Они доступны для бесплатного аккаунта. Итак, что мы здесь можем поменять? Первое. Ширину. Ширину укажите и высота подстроится автоматически. Ширину прописали, высота автоматически. Дальше. Второй выпадающий список Start Page. Начальная страница. Ну, обычно по умолчанию у нас первая начальная страница. Вы можете указать что-то свое здесь. Далее. Background Color. Цвет фона. Цвет фона вот вокруг нашего альбома. То есть то, что сейчас на предпросмотре у нас таким светло-серым цветом, вы можете задать какой-то свой цвет. По умолчанию он прозрачный. То есть будет просвечиваться цвет вашего блога, да? То есть если он у вас белый, то, соответственно, будет белый. Задайте свой цвет, какой хотите. Дальше. Page Layout по цифре 4. Это выбор, как будет отображаться двойная страница. То есть как книжка, да? Слева страничка и справа страничка. Либо одинарная. То есть пролистывание по одной странице. По умолчанию Double Page. Double Page это, соответственно, двойная. И Single Page это одинарная. И пятый пункт это Auto Flip Pages. Это автопролистывание. Если вы поставите здесь галочку, то пролистывание начнется автоматически, как только загрузится страничка. Дальше. Второй шаг. Спускаемся чуть ниже. И здесь есть некоторая путаница. Внимательно посмотрите. Если первый был блок для бесплатного аккаунта, то следующий блок у нас называется Go Add Free and Really Make It Your Own. Иди на свободный от рекламы и действительно сделай свое собственное. В чем это заключается? Здесь платные возможности. То есть возможности платного аккаунта. И здесь уже сразу отмечены галочками, что вы можете на платном аккаунте. Удалить ссылку под слайдами. То есть это ссылка на сервис. Дальше. Никакой там, как это называется, поделиться. Никаких дополнительных ссылок. Не показывать публикации чужие. Не использовать... Так, что еще не могут они? Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, в общем, да, здесь такие, свой логотип можно загрузить, свою картинку фона можно загрузить, ну и так далее. Ну, тут какие-то дополнительные фишечки. И они, конечно же, предлагают сделать апгрейд. Смотрите, что нужно сделать дальше. Когда вы внесли изменения для бесплатного аккаунта, спускаемся вниз. И если вы не намерены оплачивать и делать апгрейд аккаунта, нажимаем на кнопку Back to Basics. Вот не запутайте здесь, да? Потому что все изменения, которые вы внесли, они не сохранились. Нажимаем на кнопку Back to Basics. И у нас обновляется страничка. Платные все опции выключаются. Вот так она выглядит, да? То есть все платные опции выключились. И появилась кнопка Save and Get Code. Сохранить и получить код. Нажимаем на эту кнопку. Дальше. Всплывается, всплывает окошко. И в этом окошке отмечаем опцию Link. Ссылка, да? Нам не нужен ни фрейм, ничего. Нам нужна ссылка. Кликаем на Link. И нажимаем на кнопку Copy to Clipboard. Скопировать зеленую кнопку. Автоматически копируется ссылка. И дальше нам необходимо ее заменить. Заменить. Друзья мои, смотрите, автоматически то, что вы сделали настройки, они как бы не меняются. И нужно ссылку заменить на странице. Заходим на блог, открываем страницу для редактирования, удаляем предыдущую ссылку, вставляем новую. Каждый раз, когда вы будете вносить изменения во внешний вид, именно во внешний вид, да, то необходимо ссылку будет менять. То есть будет создаваться новый внешний вид, новая ссылка. Итак, у нас, значит, в режим текст поменяли ссылку, нажали кнопку обновить. Дальше. Ссылки и видео в журнале. Что еще интересного? Есть возможность в журнал внести некий интерактив. Прописать туда ссылки и при клике на какой-то элемент человек будет переходить на другую страницу. Либо даже встроить видео. То есть при клике на элемент начнется проигрывание видео, которое вы туда укажете. Ну, согласитесь, классно, да? Вот, сейчас мы посмотрим, как это сделать. Итак, на этой же странице, на которой мы были, это Document Settings, когда мы настраиваем документ, переходим на вкладку Web and Video Links. Наверху в меню Web and Video Links. Нажимаем на эту ссылку, и у нас открывается экран со всеми нашими слайдами. Ну, слайды или как они называются, страницы, да? Страницы нашего журнала. Выбираем ту страницу, которую мы хотим отредактировать, в которой у нас будет ссылка или видео. Выбираем, кликаем левой кнопкой мыши, она открывается в отдельном окне, на отдельной странице, и дальше делаем следующее. Мышкой выделяем тот элемент, который будет ссылкой, либо будет видео. Ну, я покажу на примере видео, а вы уже там поэкспериментируете. Суть одна. Значит, берем, вот, допустим, у меня картинка есть, да? Ну, предположим, что здесь картинка и написана, допустим, видео просмотри прямо сейчас, что-нибудь такое, да, чтобы человек понял, что нужно кликнуть. Итак, выделяем этот объект, выделяем мышкой. Как только вы его выделите, мышку отпустите, тут же появится окошко. У меня здесь три скриншота, но это одно и то же окошко. Значит, смотрим, у нас здесь есть три опции. Что мы можем выбрать? Первое, с левой стороны скриншот. Web o Video. Это выбрать ссылку, то есть ссылку на какую-то веб-страницу указать, либо видео. Второй скриншот – Shopping. Используйте эту ссылку, внизу надо будет прописать ссылку, да, на продающую, например, страницу или в магазин. Ну, имейте в виду, да, что человек должен понять, что нужно кликнуть на эту кнопку. Значит, картинка должна быть что-то вроде кредитной карты или, не знаю, слово «оплатить» или еще что-то, да, чтобы ваш читатель понял, что нужно сюда кликнуть, чтобы перейти в магазин. И, наконец, третья опция – это третий скриншот – Go to Page. Это переход на страницы вашего журнала. То есть вы можете задать номер страницы, либо выбрать из списка Go to Next Page, пойти на следующую страницу, на предыдущую страницу, на первую страницу и на последнюю. То есть тоже можно, да. Я выбираю первый скриншот, в первом варианте мы посмотрим, остальное вы уже поэкспериментируете. Web o Video. И в поле прописываю «Видео с YouTube». Здесь можно указать «Видео с YouTube» или «Vimeo», одно из двух. Итак, указываю «Видео с YouTube» и нажимаю на кнопку «Done». Сделано. Далее у нас при клике вот на этот элемент есть возможность отредактировать ссылку. Если вы кликнете под цифрой 1 «Edit link», то есть откроется снова это окно, и вы его редактируете, либо удалить, «Delete». После всех этих манипуляций нажимаем на кнопку «Save» — «Сохранить». Далее нажимаем на кнопку «View». Ну, она у меня под цифрой 3, тут вообще один, да, под цифрой «View». «Просмотреть», то есть посмотрим, как это выглядит. Итак, открывается журнал. И посмотрите, при наведении мышки на картинку, картинку, которую я выделила и которая является теперь видео, при наведении мышки на эту картинку, появляется значок «Play». И написано «Play videos» — «Проиграть видео». Если мы кликаем на эту картинку, то всплывает окошко и начинается видео, которое вы загрузили, которое вы указали, ссылку. Вот так это работает. По-моему, отлично. Итак, как создать библиотеку? Тоже есть такая у них возможность, называется эта опция «Stack». Переводится как, ну, стеллаж, может быть, книжная полка, библиотека. Вот, ну, не суть важна, да, мы назовем ее библиотека. Что это значит? Это что-то вроде рубрик. Вы можете создать такие папочки, куда будете прикреплять, то есть сортировать ваши публикации, ваши документы. И таким образом вы можете создать, допустим, несколько библиотек, несколько стеллажей и прикрепить туда какое-то количество, рассортировать, в общем, ваши публикации. Давайте посмотрим, как это сделать. Итак, находимся на странице Publisher Tools и переходим в меню Stacks. Вообще, везде, где вы видите на страницах, там будет периодически попадаться это слово, везде, где вы видите Stacks, если вы перейдете, то перейдете, кликните, то перейдете на эту страницу. Итак, что мы здесь видим на этой странице? Поскольку аккаунт новый, у меня здесь ничего еще нет, вначале идет мой профиль, фотография, описание, дальше мой сайт, и внизу вот такие вот, как листочки, да, разбросанные, и знак плюс. Нажимаем на этот плюс, либо на ссылку Create a new stack, создать новую библиотеку, новый стеллаж. Дальше пишем название библиотеки, описание, и нажимаем на кнопку Create stack. Создать библиотеку. Дальше у нас рядом вот с листиками, с плюсиком появляется пустой, пустая библиотека. Внутри написано No publications added yet. Нет ни одной публикации, которая бы сюда была добавлена. Дальше мы делаем следующее. Переходим, как разместить журнал в библиотеке, да, на этой же странице переходим снова в Publisher Tools, то есть на список наших публикаций. Переходим на эту страничку. Далее находим ту публикацию, которую хотим разместить в библиотеке, отмечаем галочкой, галочкой, и чуть выше нажимаем на кнопку Add selected publication to a stack, добавить выбранную публикацию в библиотеку. Такой вот значок, как папочки, да, книжки сложенные друг на друга. Нажимаем на этот значок, дальше у нас всплывает экран, и предлагается выбрать, в какую, собственно, библиотеку вы хотите добавить. У нас она единственная. Я кликаю по этой библиотеке и нажимаю на кнопку Add to stack, добавить библиотеку. Дальше. Перейдите в меню на странице stack, обратно, да, сейчас мы посмотрим, как это у нас там все получилось, как это выглядит. Снова переходим в stacks, библиотеки. И здесь, смотрите, вместо пустого уже, вместо пустого поля появилась наша публикация. Кликаем снова на новую библиотеку, которую мы создали, и открывается страница со всеми публикациями, которые мы сюда прикрепили. То есть отдельная такая папочка, где будут все публикации. Далее второй момент, это как удалить журнал из библиотеки. Как удалить журнал. Тоже все очень просто. На этой странице нажимаем Edit stack, редактировать библиотеку, и у нас у каждой публикации наверху справа появляется крестик, значок Delete, удалить, да. Нажимаем, соответственно, на значок удалить и сохраняем. Кнопка Done. Нажимаем на кнопку Done. На кнопку Done. Ну что ж, друзья, все на этом. Видно, да, что это все очень просто, совершенно несложный сервис. И надеюсь, что вы все справитесь. Но это же есть кто по ходу делал все. Марина, молодец. Все всегда делает сразу. Вот. У всех все получится, уверена. Так что подумайте сначала, что бы вы хотели туда разместить. Если у вас каталоги вашей сетевой компании, тоже можете размещать. Даже можете по ключевым словам поискать. Может уже кто-то есть там. Вот. Посмотрите, как они это все дело используют. Какие-то свои книги, может быть, которые вы даете в рассылке. И так далее. То есть подумайте, что вы можете сделать. И зарегистрируйтесь, опубликуйте, разместите у себя на блоге. Это придаст вашему блогу немножко интерактива. Оживит его каким-то образом. И так, следующее занятие у нас. Мы продолжим по поводу сервисов. Поговорим про слайд-шер. Слайд-шер это, ну, переводится как поделиться слайдами, да. Тоже еще один сервис. Он раньше, чем Ишу, по-моему, был создан. И суть его такая. Там мы размещаем наши презентации. То есть, допустим, вы сделали какую-то презентацию или, не знаю, вебинар, да. Вы можете разместить на слайдше этот вебинар и разместить у себя, конечно же, на блоге, да. Будет это выглядеть в виде слайд-шоу, что-то вроде, да. То есть, будет кнопка play, будет вперед-назад. И ваши читатели могут тоже пролистывать вот эти слайды. Ну, одна как альтернатива, да, возможная. Итак, мы поговорим про этот сервис. Как разместить, как зарегистрироваться, как опубликовать на блоге. И состоится это занятие у нас 14 декабря, в следующий понедельник, 13.00. Мне кажется, я читаю тут сейчас отзыв, Марина, да. Попробуйте все-таки английский загрузить. Потому что надо, чтобы было... Вообще старайтесь все, все, что вы грузите в интернет, оно должно называться латинскими буквами. Не используйте русский нашу кириллицу. К сожалению, она не всегда правильно читается, не всеми сервисами понимается и так далее. Часто искажается, что-то не отображается. Вот, поэтому если что-то куда-то, чего-то грузите, даже к себе на блог, всегда переименовывайте. Смотрите, чтобы называлось латиницей. Итак, друзья, осталось мне только напомнить о том, что у нас сейчас декабрь, что у нас замечательное предновогоднее время, праздники скоро, и мы сделали скидку 50% на шаблон оба Inspiration. Вы можете приобрести полностью шаблон, комплект, если у вас еще нет. Если у вас есть знакомые, которые хотят приобрести, тоже по партнерской ссылке приглашайте на страницу wp-webinar.ru. Там есть кнопка «Купить», и тогда вы получите комиссионные. Также напомню еще наши ресурсы. Сейчас я скину их все в чат. Итак, ВП-тренинг. А, в записи, вот Василий уже выслал, да. ВП-тренинг – это первое. Это записи всех наших вебинаров, которые проходили ранее. Вы их можете там найти, посмотреть. Пока что все еще открыто. Мы закроем, я постоянно об этом говорю, закроется этот ресурс, и будет немножко другая политика. Пока все бесплатно. Пока все открыто и бесплатно. Можете заходить, скачивать и смотреть. Итак, wp-webinar.ru – это как раз ресурс, где у нас со скидкой вы можете приобрести шаблон. Далее, на Анфисе Бреус тоже мы публикуем записи вебинаров, и не только. Про шаблон оба Inspiration вы сейчас знаете, да, у нас произошло обновление, шестая версия. И сейчас уже, кстати, сегодня я выпущу 6.0.11. Это вот мы все исправляем, какие-то ошибочки, мелкие недочеты. Спасибо вам большое всем, кто пишет об этом, кто обновился. Вы смелые ребята, потому что я предупреждала. Первые всегда в итоге оказываются в такой ситуации, когда приходится говорить о том, что работает не так. На вас основная нагрузка была. И спасибо вам, конечно, большое всем, кто замечания говорил. Вот, писали, звонили и так далее. Все это исправляется. Сейчас 11-я версия уже выходит. И читайте на блоге об обновлениях, то есть, что я вношу туда. Кто не в курсе, у нас сейчас есть классный такой функционал, как списки. То есть, есть возможность с помощью шот-кодов делать списки интересные, красивые. Кто не в курсе, зайдите на блог у меня, почитайте. Так, Анфиса Бреус тоже публикации. И последняя ссылочка, это в ВК. Вконтакте у нас есть группа. Присоединяйтесь тоже, задавайте вопросы. Я стараюсь отвечать там, если они возникают. Да, кстати, и на ВП-тренинг, конечно же, вы можете задавать вопросы и, конечно же, писать свои пожелания. Если у вас есть какие-то пожелания по поводу вебинара, которую, ну, какую-то тему вы хотели бы, чтобы мы разобрали, вот, пишите либо в отзывах, либо в комментариях, и мы обязательно ее учтем. Вот. Так что участвуйте, приходите. Рада вас сегодня была снова видеть. Желаю вам хорошего такого солнечного, ну, морозного, предновогоднего, предновогодней недели, остатка недели, продуктивной работы, ну и, конечно же, успешного блогинга. Рада была вас сегодня всех видеть. До новых встреч. Всем пока. До понедельника, 14-го час.